Здравствуйте всем на канале Искусство Кондитера. В этом видео для вас технология приготовления масляного крема с яичными желтками. Для приготовления крема на большую порцию мне понадобится 2 килограмма натурального сливочного масла, 1,2 кг сахара. Ароматизировать крем я буду веточками корицы, а также лимонной цедрой. В чаши миксера для взбивания необходимо приготовить 16 желтков и понадобится 480 миллилитров воды для того, чтобы сварить сахарный сироп. В кастрюльку выливаем воду, кладем корицу, лимонную цедру. При желании добавляем 2 чайные ложечки агар-агара. Он выступает как стабилизатор, задерживает воду, а также препятствует появлению кристаллов воды при замораживании продукта. Также можно добавить сюда одну щепотку соли для того, чтобы крем не был приторно-сладкий и добавляем килограмм 200 сахара. Ставим сироп варить на огонь до температуры 118 градусов цельсия. В практике это состояние сиропа называется толстая нить. Тем временем взбиваем яичные желтки, а сливочное масло должно быть комнатной температуры и порезано на кусочки. Пока идет процессы, у меня подготовлены уже кондитерские мешки, насадка открытая звездочка, другая звездочка с более маленьким диаметром и насадка розочка для роз. Советую вам всегда пользоваться насадкой открытая звездочка с не очень глубокими зубьями. Это самая практичная насадка, так как в ней никогда не застревает никаких кусочков и хорошо через нее проходит крем. Насадка розочка у меня из 5 разных видов. Всеми я очень довольна, потому что я считаю, что очень красиво торт украшать розами. Итак, миксер взбивает желтки, они уже увеличились в объеме, посветлели и с них выходит лишняя влага. И лопасти миксера уже оставляют рисунок. Это признак того, что желтки уже готовы для того, чтобы начинать вводить в них сахарный сироп. Сахарный сироп кипит, все-таки стоит купить термометр, если вы занимаетесь кондитерским делом и довести его до 118-121 градуса Цельсия. И когда сироп дошел до этой температуры, добавляем его тонкой струйкой во взбивающиеся яичные желтки. Такая же технология приготовления итальянской меренги. Точно так же я, когда делаю мороженое, я добавляю желтки, заваренные горячим сахарным сиропом с агаром. Потихоньку выливаем весь сироп и продолжаем взбивать желтковый крем, пока он не остынет до комнатной температуры. Только тогда мы сможем добавлять сливочное масло комнатной температуры. Если вы начнете в горячие желтки добавлять сливочное масло, оно может просто растаять и крем может не получиться. Итак, я уже начала добавлять сливочное масло, добавляю кусочками и продолжаю взбивать. Сначала крем покажется вам жидковат, но когда вы добавите все нужное по рецепту сливочное масло, крем получит нужную консистенцию. Масляный крем можно делать как с яичными желтками, так и с целыми яйцами и с белками, который называется белково-масляный крем. Половина крема у меня с какао, поэтому я добавила еще 8 столовых ложек какао-порошка. И вот показываю вам этот крем в работе. Он достаточно плотный и под него подходит плотный бисквит, который не сильно крошится. Хотя этот крем более легкий и нежный, чем масляный крем без яиц. Итак, собираю торт, пропитываю его сахарным сиропом с ромом. Базовый корж пропитываем всегда немножко меньше, чем верхний корж, так как вся влага всегда уходит вниз торта. И вот масляный крем без какао. Он имеет приятный светло-желтый оттенок. Для того, чтобы хорошо выровнять поверхность торта, необходимо щедро покрыть ее кремом со всех сторон. Итак, покрываю торт шоколадной глазурью. Хочу сказать, что если вы хотите покрывать бока тоже, то вам необходимо ставить на решетку. Так будет хорошо стекать шоколадная глазурь. Но я покрываю не полностью, для того, чтобы виден был цвет крема. Из остатка готового крема можно сделать, например, розочки и заморозить их. И когда вы будете делать следующий торт, использовать их. Подписывайтесь на профессиональный канал Искусство Кондитера. И всем до скорого нового видео. Пока!